Казахстанский боксер супертяжелого веса Иван Дочко пройдет свой следующий поединок 27 декабря в Алматы. Его соперником станет россиянин Виталий Кудухов. Регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Мануэль Чар пройдет защиту своего пояса в бою против Кубрата Пулева. Поединок состоится 7 декабря на арене Софи Болгария. Боксер супертяжелого веса Бахадир Шалолов пройдет свой следующий профессиональный поединок в рамках вечер-бокса Монреале 6 февраля. Как и сообщалось ранее, оппонентом станет француз Давид Спилмонт. Компания Квизбери Промоушенс объявила о следующем бою Дерека Чесоры. Соперником Чесоры будет шведский боксер Отто Вален. Бой пройдет 8 февраля в Манчестере. Это бой в супертяжелом весе, который, я уверен, оправдает все ожидания. Очевидно, Дереку не нужно ни одно представление, и он полностью заслуживает такого яркого события на великолепной арене против первоклассного соперника. Чесоры заявил, что хочет достичь отметки в 50 поединках и что один из его последних двух поединков он хочет провести в Манчестере. Поэтому мы рады сделать это возможным для него и организовать наш первый вечер боксона, впечатляющий арене Коап Лайф Арена. Надеюсь, арена будет переполнена для 49-го боя Дерека. Отто уже был близок к славе в тяжелом весе и верит в свое возвращение на вершину. К сожалению, он так и не смог проявить себя, получив свой шанс в бою с Джушуа. Поэтому этот поединок дает Отто большую возможность вернуться на передовые позиции в этом дивизионе. Это событие также включает в себя фантастический эндеркарт. Поклонники бокса получат настоящее наслаждение 8 февраля. Чемпион WA в первом полусреднем весе Хосе Валенсуэлла ведет переговоры о поединке с Гарри Антуаном Расселом. Поединок может стать частью вечера бокса с участием Джеронта Дэвиса, который будет защищать титул WA в легком весе против Ламонта Роуча 1 марта в Бруклине. Оскар Далахой отреагировал на состоявшуюся вчера в Лос-Анджелесе пресс-конференцию, на которой Райан Гарсия объявила пройдение выставочного боя с Рукеи Анпо. Событие запланировано на 30 декабря в Токио. Далахой и его кампания посредством соцсетей напомнила всю миру о том, что Golden Boy обладает эксклюзивными правами на бои Гарсии. И организаторы боя с Анпо признали и даже подтвердили в письменной форме, что для организации их ивента нужно наше разрешение. Поскольку никаких подтверждений с нашей стороны не было, можно утверждать, что на сегодняшний день никаких запланированных ивентов с участием Гарсии нет. Райан уже отреагировал на это сообщение. Бывший чемпион Ленокс Льюис посетил тренировочный лагерь Александра Усика. Союз двух абсолютных чемпионов. Огромное уважение. Объединяющий два поколения супертяжеловесов. Ожидаю яркий поединок захватывающий. Надеюсь, со стороны обоих боксеров будет хороший бой. Фаворит. Если Александр не потерял мотивацию, он такой же голодный до сих пор. У него большая мотивация. Но они оба замотивированы. Все-таки на кону большие деньги. Накануне появилась информация, что в рамках ряд сезон 22 февраля состоится реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. При этом в качестве главного события данного ивента уже значится выступление чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбоа. В связи с этим один из пользователей соцсетей небесосновательно заметил в комментариях, что Бетербиев и Бивол не подпишутся, если их бой не станет главным событием. Это смешно. На это ответил уже сам организатор ряд сезон Турки Аляль Шейх, пообещавший скоро анонс шоу 22 февраля. «Подождите и увидите. Не верьте ничему, пока я об этом не объявлю. Надеюсь, все будет готово через пару дней. И надеюсь, фанам это понравится. Это будет большой сюрприз. Любой бой легко может быть в главном карде. Фаны в моем сердце». Андрей Руси высказал мнение о Геннадии Головкине. «Знаете, он был очень хорош. Я противостоял ему трижды. Мне пришлось остынуть бой с Кертисом, потому что для него было уже слишком. Я считаю, что Дэнни мог украсть победу. Но я знаю точно, что Сергей Деревяченко выиграл бой с Головкиным. Он точно его выиграл. Они не отдали ему победу. Вы же знаете политику и кто есть кто. После этого боя они оба отправились в больницу. Головкин был избит. Но как боец он фантастический спортсмен. Я ничего не могу сказать плохого о нем». Давид Аванесян планирует вернуться на ринг 20 декабря в Великобритании на одном из боксерских шоу. Об этом сообщает его менеджер Нил Марш. «Несмотря на то, что Давид готов драться с кем угодно, люди продолжают отказывать ему. Мы собираемся устроить ему бой в декабре, чтобы закрыть поражение. И надеюсь, мы сможем предоставить ему еще одну большую возможность в 2025 году. Мы делали это раньше и сделаем это снова. Мы надеемся привлечь некоторых из самых известных имен Великобритании. «Я бы с удовольствием увидел его бой с победителем поединка между Льюисом Крокером и Пэдди Донованом. Но сомневаюсь, что они примут это предложение, кто бы из них не выиграл. Если Джошу Тейлору нужен хороший соперник для возвращения, мы на другом конце телефона. Мы по-прежнему заинтересованы в поединке с Коннором Бенном. Вариантов очень много, поэтому в 2025 году Давид получит еще один большой шанс». Субтитры сделал DimaTorzok И увидимся в следующих выпусках. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»